Итак, дорогие мои, хотела вам показать, что, собственно, я взяла в магазине за одно. Хочу предварительно сказать, что мы очень сильно недооцениваем этот магазин. Он по качеству гораздо лучше, фикс прайса. Ну, может быть, какие-то товары на одном уровне стоят, а цены гораздо более привлекательные. Вы сейчас это увидите. Вот, и некоторые товары, которые я хотела взять в фикс прайсе, я думаю, что многие знают, сколько они там стоят. Ну, например, вот монопод или вот такой держатель автомобильный. Ну, как минимум 77, а то и 99 рублей. И я покажу вам чек сейчас. Вы увидите все цены. Собственно, я просто без ума от этого магазина. Я его обожаю. Теперь уже больше, чем фикс прайс. Фикс прайс уже стал хуже и отошел на задний план. И, к сожалению, грустная новость. По всей Москве магазины заодно закрывают. И я очень радовалась, что у нас в районе есть такой магазин. К сожалению, его тоже закрывают. Остается только магазин в области. Которые рядом с моим домом. Не знаю, как бы возможно, что они все будут закрываться. Вот поэтому, если кто-то так же любит этот магазин или хочет с ним познакомиться и полюбить. И вы хотите поддержать этот магазин своим веским «за», то под видео будет телефон, по которому можно позвонить и выразить свое несогласие по поводу закрытия этих магазинов. Пожалуйста, если вы готовы это сделать, нас будет чуть больше и, возможно, несколько магазинов в Москве все-таки останется. Или вообще в стране. Вот. А теперь давайте перейдем к покупкам. Покажу все подробно и потом чек покажу. Начнем слева направо. Вот такой наборчик. Мне безумно понравился. Стоил он, по-моему, ну, чек покажу около 100 рублей. По-моему, даже 99. Но чек увидите чуть позже. Он действительно стоит своих денег, я считаю, потому что здесь обалденный крем и гигиеническая помада. И хочу вам сказать, что качество действительно то, которое есть, произведено в Германии. То есть никакой ни Китай, ничего не веет точка ком. Все именно оригинальное. Вот. Очень советую познакомиться с этим магазином. Набор вот таких наклеек. Я пока не смотрела, все ли они одинаковые. Я сейчас все просто в общих чертах покажу. Потом распакую и посмотрим поближе. Вот такие наклейки в наборе. Гелевые подушечки в туфле. Здесь пара на две туфли. Собственно, монопод, который умещается в ладошке. Вот такой он маленький. Маленькая коробочка. Я уже его открывала, уже использовала. Очень удобный. Держатель для телефона в автомобиль. К сожалению, по картинке здесь не ясно какой. Но я распакую сейчас попозже. И мы с вами поближе посмотрим. Еще один вот такой держатель, который на решетку укрепится. Я пока тоже не сообразила, каким образом в него телефон вставлять. Но посмотрим поближе. И, собственно, вот такой маленький штативчик, держатель для телефона на стол. То есть, вот таким образом он раскладывается. Его можно поставить куда-то в удобное место, где нужно, чтобы было все компактно. Вот. И, собственно, чек. Так. Сейчас. Вот так вот все это выглядит. Например, вот. Но это не тысяча, да? А то можете подумать, что это тысяча. Вот тут вот напечатано, например. Не 12 рублей, а 2 рубля. Одна штука. Подушечки. Одна штука 29 рублей. Одна штука 9 рублей. Одна штука 129 рублей. 129 это вот этот вот. Держатель 49, 39, 99. И обратите внимание на монопод, который стоит 9 рублей. И ничуть не хуже, чем в фикс прайсе. И, собственно, 365 рублей вся покупка. Сейчас я разверну. Посмотрим поближе. Так. Ну, вот, дорогие мои, смотрите. Оказывается. Начнем с наклеек. Наклейки все разноцветные. То есть здесь зеленый, оранжевый, синий и желтый. А нет, и желтый. Розовый, и еще лимонно-желтый. В общем, получается сколько? Раз, два, три, четыре, пять, шесть листков. Сколько там было? 9 рублей. Одна отклеилась. Но их много. Посмотрите, сколько. И, в принципе, для ежедневника самое оно. Так. Гигиеничка. Смотрим. Состав. Производство. Ну, похоже на оригинал. То есть и пахнет приятно. Никакой, вроде бы, химии нету. Только распаковала. Кремик маленький. Останавливаем, читаем, кому интересно. Ну, я вижу слово Гамбург. Поэтому у меня это не вызывает какого-то недоверия. То есть я уверена, что это натурально, настоящая неподделка. Вот. Перейдем дальше. То есть это все канцелярию отложим. Вот такой наборчик я купила буквально за 200 рублей. Может быть, да, за 200. Значит, вот такой штатив. Он действительно умещается в ладошку. Даже меньше ладошки. Вот он. Вот. Я думаю, разворачивать не стоит. То есть он работает. Все. Я им уже пользовалась. Вот такая. Проводочек. Проводочек, я так понимаю, нужен для того, чтобы делать фотографии. Я буду снимать видео. Для этого мне провод не нужен. Поскольку он будет занимать отверстие для микрофона. А мне нужен туда микрофон подключать. Здесь, к сожалению, да, то есть такое крепление обычное. На винтик. И единственный, наверное, минус. Но это, извините, цена 9 рублей этой штуки. Вот здесь вот обычный двухсторонний, не двухсторонний, а такая, как бы, ой, господи, пенопластовая какая-то штучка. И она посажена на двусторонний клей, этот на двусторонний скотч. И все. Как бы здесь вот эта вот белая верхняя, она пролезиненная. Вот. И все. Эти боковые, они пластиковые. Сама ручка приятная, такая, немножко бархатистая, какая-то такая, не знаю даже, как сказать, поролон. Не поролон, но здесь есть кнопочка. Вот она. Она обозначена таким фотоаппаратиком. На нее нажимаешь и фотографируешь. Но это вот, когда вот эту штуку подключаешь. Так она не будет срабатывать. И на некоторых смартфонах нужно устанавливать какое-то приложение там, чтобы работало. Но, по идее, на коробке написано, что оно и так работает. Вот. Ручка выдвигается на полметра. Там 48 сантиметров, по-моему. Но это вполне достаточно, если вы снимаете вот, ну, чисто там влоговое такое видео, где идете по улице или в помещении держать, чтобы рука не тряслась постоянно. Вот идеальная штука. Стоила 9 рублей. Расцветки совершенно разные. Так, дальше. Вот этот вот. Этот я более-менее поняла. То есть он на присоске. Присоску можно снять и каким-то другим образом. Вот здесь открывается. Можно привинтить там к столу, например. Вот. Эта штука открывается, и там что-то внутри. То есть можно снять, здесь винтик приделать. В общем, что-то здесь такое движется. Вот. Эта штука присоска. Здесь довольно упругое крепление. Довольно-то тугое такое. То есть, да, он хорошо держит. Красные штучки прорезиненные с двух сторон. Вот. И, собственно, вот этот набалдашник, он крутится. То есть там вот видно, да, головка кругленькая такая. То есть и вот это крепление, его можно крутить в любую сторону. Ну, сейчас одной рукой неудобно, но, в общем, суть понятна, я думаю. Вот. Значит, дальше. Вот этот, который в автомобиль, я не очень поняла, как он, как сюда вставляется телефон. То есть он, не знаю, примагничивается сюда или как-то таким образом. В общем, он сюда встает, не знаю. Или эту штуку надо оторвать. Вот эту вот. И там липучка. В общем, это я не поняла. Да, но суть вроде бы в том, что вот этот конец засовывается в вентилятор. Поворачивается как-то там и держится. Но с другой стороны здесь пружина. Зачем здесь пружина? В общем, я пока с ним не разобралась. У кого такой держатель, пожалуйста, напишите в комментариях, как он работает, как его крепить. Вообще, может быть, у вас такой есть, покажите на деле вообще, как он присоединяется, куда и куда нужно телефон присоединять. Потому что по картинке на коробке я не поняла вообще, куда цеплять телефон. Вот. В общем, ну, взяла, поскольку пригодится, не лишним будет и недорого. И последняя моя находка. Это вот такой вот штативчик настольный. Мне понравилось, что он довольно увесистый. То есть у него вот здесь головка металлическая. Она крутится очень хорошо. Здесь есть такой штырек, как бы фиксатор этой головки. То есть она у вас, даже если вы поставите камеру тяжелую, она у вас не нагнется, потому что здесь фиксируется. Вот. Сам он тоже довольно тяжелый. То есть я подозреваю, что вот здесь вот внутри пластиковых ножек, а внутри тоже есть какие-то стальные штыри, которые дают опоре, дают этой конструкции опору, какую-то фиксацию. Вот. Он вот так вот на всю расширяется. Стоит довольно, так сказать, ну вот он на кровати, да, но на столе он тоже хорошо стоит. То есть он никуда не мотается, не шатается. Вот. И, в принципе, я довольна. Вот эта штука, она тоже здесь, видите, каркас металлический. И она не каким-то там хлипким винтиком, а она прикручивается здесь, как фотоаппарат. То есть вы можете эту штуку для телефона снять, да, и надеть сюда свой фотоаппарат. Здесь обычный винт, как на любом другом штативе. Это просто потрясная штука, и стоила она недорого. Ну, что 20 рублей, это вообще копейки для такой вещи, я вам скажу. Вот. Само вот это крепление для телефона тоже довольно качественное, на мой взгляд. То есть, несмотря на то, что здесь есть пластиковые детали, внутри проходит такая металлическая, как бы, основа, корпус металлический. Здесь вот эти крепления, они более качественные, чем на моноподе. То есть, ну, чувствуется, что вещь такая более профессиональная, качественнее сделана. Эта часть верхняя, она вся резиновая. Просто резинка более такая упругая. Так, вот здесь вот с этой стороны есть зубчики. То есть, не будет скользить телефон. С этой стороны есть какая-то финтифлюшка, я пока не знаю, для чего она. Ну, какая-то ручка, в общем. Ну, так вот эта штука мне очень нравится для мастер-классов. Вообще будет идеально. Или, например, какие-то снимать обзоры косметики. То есть, чтобы можно было в ванной поставить на призеркальную полочку. Вообще идеально. В общем, такие у меня были покупки. Еще раз напишите, у кого есть такой держатель, как им пользоваться. Может быть, у вас есть видео. Может быть, стоит снять это видео. Потому что я так и не разобралась. По инструкции ничего не ясно. И, кстати, да, еще раз напомню, что если вы тоже любите магазины заодно и хотите поддержать этот магазин и вместе с нами, несогласными быть рядом, то проходите в инфобокс под видео. Там будет телефон для того, чтобы выразить свое мнение по поводу закрытия этих магазинов. То есть, что вы против. Спасибо всем за внимание. Подписывайтесь, кто не подписан. Увидимся с вами в следующих видео. Пока-пока.